Привет, маководы! Меня зовут Лёха Макликбес. Я не очень большой ценитель всякого рода хайпа в интернете и на youtube и это очень заметно по количеству просмотров и подписчиков на моем канале. Но иногда так хочется на халяву собрать просмотров и хочется сделать какой-то ролик с кликбейтным названием. И давно была идея записать видео на тему не нужно покупать компьютеры а iMac с жестким диском. Но вот незадача в августе 2020 Apple обновляет линейку iMac и даже компьютеры которые они не обновляли то есть на 21 дюйм в них теперь в базовой конфигурации идет ssd на 256 гигабайт и аллилуйя в 2020 году больше нету в актуальной линейке ни одного компьютера mac в котором установлена механика. Это очень круто мы наконец-то этого дождались и вроде бы этот ролик уже не актуален но на вторичном рынке в ритейле еще довольно большое количество прошлогодних iMac и более старых которые трудятся на устаревшей технологии механических жестких дисков. Если вкратце то я вам крайне не рекомендую в 2020 уж тем более приобретать себе компьютер с механическим жестким диском. Точнее если этих дисков два например ssd нормального объема и HDD то в таком контексте его приобрести можно. Но если загрузочная система трудится на механике то это просто боль. Расскажу небольшую историю. Я лично был свидетелем когда приобретался самый младший iMac в линейке 2019 года с 1 терабайтным механическим жестким диском. Он шел под управлением операционной системы Mojave и прямо после загрузки этим компьютером невозможно было пользоваться. То есть чистое устройство новое, которое вы покупаете в магазине, которое Apple должны будут еще поддерживать несколько лет, оно уже работает медленно, неповоротливо и это просто бесит. Просто задумайтесь что последняя система на которой механический диск нормально еще себя вел это 1011 El Capitan который был выпущен в 2016 году. Последние две системы 1014 и 1015 Mojave и Catalina они ужасно работают с механикой и я вас предостерегаю не стоит ни при каком виде приобретать компьютер с механическим жестким диском. Как я вижу может быть две причины почему вы все таки хотите устройство с механическим диском? Первая причина это больший объем за ту же стоимость. Да я понимаю что если вы хотите хранить большие архивы в домашних фотографиях или еще чего-то то механический диск на терабайт 2 и 3 кажется очень вкусным решением. Но черт возьми у вас же настольный компьютер подключите по USB или Thunderbolt внешний диск и вы не сильно проиграете в скорости относительно соединения SATA которое устанавливается внутри компьютера. Вторая причина это конечно же экономия но на мой взгляд при равных прочих приобрести устройство с 256 гигабайт нам SSD или с 1 терабайт нам диском выбирайте в любом случае быстроту потому что доставить внешним диском объема вы себе еще сможете а вот что-то сделать с механикой в пользу SSD чаще всего бывает очень дорого или невозможно в принципе. Надеюсь я смог напугать вас и донести до вас ту мысль что нет места механическим диском для того чтобы загружать на них систему в 2020 году. Пожалуйста ни при каких обстоятельствах не берите такие iMac и бегите от них как от огня. Забавно что в 21 дюймовых моделях до сих пор еще можно поставить Fusion Drive как опцию но добровольно я вам это вот делать не рекомендую потому что Fusion на самом деле не сильно решает проблему. Apple позиционирует его как промежуточное звено между чистой механикой SSD на самом деле это работает не очень здорово и я вам рекомендую использовать систему на отдельном SSD. Вот 256 гигабайт наверное это абсолютный минимум ниже которого не стоит опускаться. Вот такие мои мысли относительно этой темы. Надеюсь они вам понравились и были полезны. Пожалуйста поставьте лайк чтобы я понял что такие ролики вам нравятся. Подписывайтесь на канал если здесь впервые. Вступайте в паблик в ВК, в теплый ламповый чатик в телеграме, а также слушайте наши подкасты. Все ссылки есть в описании. Спасибо за просмотр и всего вам доброго маководы. Субтитры сделал DimaTorzok